психологические понятия тема закон подлости закон подлости это феномен неудач который возникает во многих сферах жизни включая личные отношения работу бизнес он поможет приводить он может приводить коррупции манипуляции и другим формам злоупотребление властью что это такое закон подлости это психологическое явление которое описывает тенденцию людей к несправедливому поведению нарушению этических норм при возможности этот закон основывается на выводах что в любой ситуации человек будет действовать своих интересах не обращая внимание на моральные или этические нормы закон подлости может проявляться как в индивидуальном поведении так и в коллективных структурах таких как организации общества психологи утверждают что закон подлости связан с эгоизмом и желанием получить выгоду любой ценой он может быть вызван стремлением к личной выгоде страхом потери престижа или репутации а также конкурентным отношением данный феномен может иметь серьезные последствия для психического здоровья человека его окружения поэтому очень важно понимать природу закона подлости и научиться противостоять ему сохраняя при этом свои моральные и этические принципы исследования описываемого феноменов психологии психологии закон подлости описывает явление когда люди склонны испытывать удовольствие от несчастья других людей или их поражений это может происходить из-за чувства зависти конкуренции или просто желание подчеркнуть свою высокую позицию в социальной иерархии существует множество исследований которые подтверждают наличие закона подлости в поведении людей например эксперименты с использованием какой-то определенной игры где один игрок предлагает делить деньги между ним и другим игроком а тот либо принимает предложение либо отвергает его при этом никто не получать ничего показали что люди обычно отвергают несправедливые предложения даже если это означает потерю всех денег также было проведено исследование где участникам была дана возможность выбирать между разными опциями получить большую выплату для себя при условии что другой участник получит еще больше или получить меньше выплату для себя при условии что другой участник получит еще меньше большинство участников выбрала второй вариант чтобы не допустить ситуации когда другой человек получает больше закон подлости это психологический закон который гласит о том что люди склонны к нарушению моральных принципов и этических норм в отношении других людей Этот закон может проявляться в различных ситуациях повседневной жизни. Один из примеров проявлений закона подлости – это моббинг на работе. В этом случае коллеги или начальства могут использовать различные способы для ущемления прав и интересов одного из сотрудников. Это может выражаться в форме грубого обращения, дискриминации или даже увольнения не по справедливым основаниям. Еще один пример этого проявления – это буллинг в школах. Здесь старшеклассники или учителя могут систематически запугивать, оскорблять или издеваться над слабыми учениками. Это может привести к серьезным психологическим травмам и затруднить дальнейшую социализацию жертвы. Также закон подлости может проявляться в личных отношениях, например, при измене партнера или распространении компрометирующей информации. Во всех этих случаях описываемое явление приводит к нарушению человеческого достоинства и наносит ущерб психологическому здоровью людей. Как избежать попадания под его влияние? Описываемое явление проявляется в том случае, когда люди начинают повторять негативное поведение, замеченное у других. Например, если один человек начал говорить плохо о ком-то или что-то, то, скорее всего, его окружение тоже начнет делать то же самое. Чтобы избежать попадания под влияние закона подлости и сохранить свой положительный настрой и мировоззрение, необходимо следовать нескольким простым правилам. Будьте осознанными, бережно относитесь к словам. Старайтесь не разглашать информацию о других людях без необходимости. Оценивайте ситуации независимо от мнения окружающих. Иногда нужно иметь собственную точку зрения и будьте готовы заступаться за свои убеждения. Старайтесь общаться с позитивными людьми, которые не склонны к зашоренности и предубеждениям. Постоянно работайте над своей самодисциплиной и контролируйте свои эмоции. Никогда не забывайте о том, что все мы уникальные личности, имеем право на свое мнение и точку зрения. Соблюдайте правила, можно избежать попадания под влияние закона подлости и сохранить свою индивидуальность и уважение к другим. Практические советы для преодоления. Как было уже сказано, закон подлости может стать причиной многих конфликтов и неприятностей в нашей жизни. Но как с этим бороться? Как оставаться честным и доброжелательным в мире, где кажется, что только злые и хитрые люди выживают? Вот несколько практических советов, которые помогут вам преодолеть закон подлости. Первое. Будьте осведомлены. Не игнорируйте признаки того, что кто-то может использовать закон подлости против вас. Старайтесь быть предельно внимательными к поведению других людей. Оставайтесь честными. Это может показаться очевидным, но всегда лучше оставаться правдивыми и открытыми, даже если это кажется менее выгодным. Ищите союзников, находите людей, которые разделяют вашу точку зрения, подходят к жизни с такой же открытостью, честностью. Развивайте свой эмоциональный интеллект. Умение распознавать эмоции других людей, управлять своими собственными эмоциями, может помочь вам избежать конфликтов и улучшить свои отношения с другими людьми.